Добрый день, друзья! Сегодня у нас проблема с пеной из канавки и в результате удара, когда идет обратно молоток, точнее, на строну идет удар, она частично гасит. Что мы делаем? Сейчас нам нужно посмотреть. Вот я очередной молоток снимаю. Почему я снимаю молоток, поясняю. Дело в том, что большой люк существует. Я хочу уравнять этот молоток. Выкручиваю аккуратно, отвертку поставил, поехали. Выкрутил. Собор, конечно, нужно, но просто, что у нас время ограничено. Вот нужно посмотреть, видите? Вот штифт, на котором насажен молоток, он вышел. Я беру сейчас пассатижи, так аккуратненько его тоже будете сделать. И чуть-чуть его туда досылают. Все. Теперь маленькую отверточку берете вот сюда. Вот так вот, да? Сейчас я, чтобы неудобно, его на грани. Чуть-чуть его часовой фиксируйте. Так, уже теперь можно посмотреть. Вот он у нас хорошо сидит. Так, вот если сейчас будет разрешение и позволит, видите, есть три следа, вот так, как у нас стройная струна. Я беру вот, можно, такую вот наждачную бумагу, да, насаженную. Надо даже выйти в карандаше. В карандаше точнее. И потихоньку вот так ее. То есть смысл какой-то операции. Нужно сделать так, чтобы она была по возможности грушевидной формы. И нужно брать вот даже, можно, мелкую пилку для ногтей, вот такую польскую, да, чтобы как можно меньше снять слой. Почему? Потому что, когда мы много снимем слоя, тогда она страдает, наш филец. Вот так постепенно, постепенно, потому что сейчас, если видно, вот уже он меньше. Можно вот такой вот для пятых. Вот, видите, как? Вот этот молоток значительно, чем тот сработался. Вот, вот когда вы постепенно это все снимете, вот у нас уже практически она вся ушла. Вот этот молоток значительно, это какая у нас фанута, да? Фанута, да? Работает часто. Получается, за два года она вот такую канавку приобрела, потому что тут раз мы практически все молотки, вот. Вот. То есть старайтесь, чтобы она была грушевидной. Для чего грушевидность нужна? Во-первых, формируется удар, удар, его сила, как говорится. Вот. И когда у нас эта канавка имеется, у нас, во-первых, он не так отскакивает, и частично у нас идет глушение звука. Поэтому, если вы имеете возможность вот так каждый молоток с его посадочного места вытащить, а потом снова зафиксировать, то, во-первых, потом, когда вы его крутите, он будет без люфтов ходить в момент удара струны. И таким образом обеспечивать полноценное вам, скажем так, звуковоспроизведение на вышел инструмент. Ну вот, я думаю, что достаточно вот это вот, видите, незначительное количество. Вот здесь вот, если видно, видите, чуть-чуть еще вот есть небольшое количество, да, вот там. Вот так, видите, немножко сюда вот так вот, снаискосил. Все. Если тут камера даст разрешение, у нас практически, вот я не буду, конечно, до конца его, чтобы так уж совсем много не снимать. То есть у нас получился хороший классический молоток с небольшим снятием вот этого, скажем так, слоя перца на обеспечивание. Все. У нас вот готово. Теперь я аккуратненько, чтобы вам продемонстрировал, да, у нас есть готовый молоток другой. Что мы делаем? Вот это вот сюда вот. Ну, а как это все получится, видно. Вот так вот я сюда завожу, переверну. Теперь нужно нашим шелухом саморезом, который фиксируется в ребербанке, в ребербанке, в ребербанке, вот надо попасть, чтобы в отверстии постепенно. Попал он у меня, да? Будем заворачивать его в посадочное место. Вот я завернула до конца. Все, зафиксировали. Теперь, вот смотрите, видите, раньше у нас он вот как вот этот молоток ходил, видите? А сейчас он у нас все мертвый, то есть будет идти только на удар. Добавляем. 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 Вот этот. Заводите до шелуха. Сюда. Теперь вот так вот под материал, чтобы не по коже он шел, а материальчиком. Попадаете в отверстие. И вот. Теперь можно продемонстрирую, что у нас вот тут. Он уже бьет. Хорошо, никуда не отклоняется. Я сказал, хорошие лица. Все. Спасибо за внимание. Перейдимся на экран.